Всем здравствуйте! Сегодня мы будем готовить жаркоя или как называют в Греции клиптика. Рецепт очень простой, не надо резать практически ничего. Получается очень вкусно, по ходу дела посмотрите. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится килограмм картофеля, килограмм мяса, можно взять телятина, можно взять свинину, то мясо, которое вы больше предпочитаете, соль, масло, лавровый лист, черный перец, репчатый лук, морковь, чеснок и как всегда хорошее настроение. Мы будем мясо нарезать не очень большими кусками, я сейчас покажу примерно. Я мясо взял на кости, потому что я люблю когда тушится картофель, я люблю когда очень наваристый вкусный бульон, тогда картошка получается намного вкуснее и бульончик такой классный. Пусть будет вот такой один кусочек. Это мы разрежем просто на 4 части, не маленького размера, тогда будет намного вкуснее. Теперь наше нарезанное мясо мы немножко присолим, не сильно много. Можно так даже вот растереть его, чтобы оно хорошо просолилось. Не сильно много солите, потому что мы по ходу дела, когда оно будет тушиться, но еще немножко его присолим. Посыпем немножко черным перцем, можно посыпать немножко по вкусу красным. С обоих сторон и приступаем к следующему кусочку. Это блюдо готовится очень элементарно, на самом деле оно очень вкусное и питательное. И подходит в принципе и на любой ужин, и на праздничный стол. Действительно оно очень вкусное. И самое главное, что его готовить очень просто. Вот так вот поперчили его. Все, пусть немножко постоит. Сковородку мы нашу накалили, заливаем масло, но масла мы будем заливать не очень много, потому что мы взяли все-таки свинину. Если вы возьмете постную телятина, то конечно немножко жира можно дать. Теперь обжариваем наше мясо. Чтоб оно взяло с румяной корочкой. Мясо мы поставили наше обжариваться, теперь можно нарезать морковь. Морковь мы будем нарезать где-то толщиной 4 миллиметра. Будем нарезать кружочками, ну скажу, намного красивее получается, когда вы ее просто режете наискать. Вот примерно вот такой толщины. Потому что на это блюдо мы будем все ложить крупно. Картошку мы тоже не будем резать, а будем ложить ее целиком. Мясо мы с одной стороны обжарили в течение 5-ти минут, а оно уже у нас получилось вот такой вот корочкой красивой. Теперь нужно перевернуть все кусочки и также с этой же стороны его обжарить тоже в течение 5-7 минут. Оно обжарится, чтоб такая у нас корочка румяненькая получилась. Все, опять можно закрыть крышечкой и дать ему еще протушиться около 5-ти минут. У нас мясо обжарено с каждой стороны около 5-ти минут. Теперь самое время обжарить наш лук. Лук мы будем обжаривать целиком, но я взял маленькие луковички, чтоб они хоть немножко протушились. Но обязательно в этом блюде надо лук готовить целиком. Мы ложим наш лук и нашу морковочку, которую мы тоже нарезали крупными кусочками. Сверху складываем. Все, сейчас закроем крышкой и протушим около 10-ти минут. И потом я расскажу, что можно делать дальше. У нас уже все протушилось на сковородке. Тушилось, конечно, в течение 15-ти минут. Уже все прекрасно пахнет, все очень хорошо выглядит. Теперь все выложим в нашу емкость. Сначала выложим мясо. Емкость, конечно, лучше брать глиняную. Так получится намного вкуснее. Оно все-таки дает свой оригинальный привкус. Недаром греки все готовят только в глиняной посуде такое мясо. Выкладываем наш лук. Можем выложить нашу руководку. Да, конечно, запах перепадетный. Это блюдо хоть и готовится немножко долго, но оно очень простое, очень вкусное и очень сырное. А теперь мы закипятили воду и заливаем наше мясо примерно сверху на один сантиметр. Где-то вот так вот, чтобы покрыло мясо. И доводим наше мясо до кипения. Вот так вот мы залели водичкой. Мы его доводим до кипения и оно у нас должно протушиться на маленьком огне, самом маленьком огне в течение часа. Потом я расскажу, что нужно делать дальше. Мясо тушится у нас уже около часа. Ой, какой запах превосходный. Теперь можно закинуть нашу картофель. Картошечку аккуратно складываем в нашу посуду. Видите, картошку я взял целую, не резал ничего. Она когда протушится, она будет когда-то целиком, будет намного вкуснее, чем просто ее порезать. Так мы все аккуратно сложим. Вот так вот сложили нашу картошку. Можно немного поправить ее, чтобы она полностью сюда вся нашла. И теперь нужно посолить. Ну, на такое количество я возьму одну чайную ложку соли. Засыпем сюда. И теперь, когда у нас оно опять закипит все, еще нужно около часа, чтобы оно протомилось опять на таком же маленьком огне. Все. Будем ждать, пока блюдо у нас приготовится. Еще раз скажу изюминку этого блюда. Нужно взять 3-4 штучки небольших маринованных помидоров, потереть их на терочку и закинуть туда же, в ту же посуду. Я вам скажу, оно придаст очень вкусную остроту этого вкуса. Скажу, намного получится вкуснее мясо и намного получится вкуснее картошки. Ну, на крайний случай, если у вас нет маринованных помидоров, можно взять немножко, буквально 60-70 грамм томатного соуса. Немножко протушить на сковородке и тоже туда добавить. Но все-таки с маринованными помидорами намного вкуснее. Вы когда их трете, обязательно высовывайте эту шкурочку, чтобы у нас осталось только одна мякоть. Вот так вот на терочку натрем и будем сейчас их закидывать. Картошка у нас уже должна закипеть, да, уже закипела. Теперь самое время бросить наши маринованные помидоры сюда. Просто выкладываем их, чтобы мы потерли. Вот так вот немножко разровняем и пусть оно все вместе тушится. Все. Наше блюдо уже практически готово, самое время приступить к чесноку. Я взял 4 зубчика, мы его почистим и будем бросать не просто целые зубчики, а мы его раздавим. Когда если мы его раздавим, чеснок пустит сок и даст неповторимый вкус этому блюду. Просто вот так вот ножиком раздавили и можно приступать к следующему. Картошка наша томила час, она уже готова. Самое время забросить наш чеснок и лавровый лист. Вложим наш лавровый лист и чеснок, если вы помните, мы немного подавили. Вложим его тоже сюда. Наше блюдо уже полностью готово. Мы его опять закрываем крышкой и даем еще постоять около часа. Просто выключили и немножко нужно подождать. Оно настоится, напитается чесноком, напитается немного нашим лавровым листом и получится просто очень вкусное блюдо. Вот такое аппетитное блюдо у нас получилось. Его нужно подавать зеленью с овощами. Всем, кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующую. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok